Здравствуйте, уважаемый зритель! 35 лет назад не стало Владимира Высоцкого. Нет смысла рассказывать о значении его творчества, о масштабе дарования. Эта вещь настолько же очевидна, насколько очевидна гениальность Пушкина. Наверное, и Владимир Семенович был последним советским гением, чей уход стал символом конца эпохи. Но эту тему надо срочно заминать, потому что иначе непременно свалишься в пафосную хрень, которой сам покойный испытывал нескрываемое отвращение. Сегодня все телеканалы вспоминают Высоцкого, показывают кадры из Гамлета, повторяют фильмы с его участием и врут. Врут. Я уже слышал странный лепет про бригаду из Склифа, которая приехала 23 июля и не стала ничего делать из-за жутких последствий алкогольной зависимости. Наверное, еще не раз расскажут о Барде, которого сгубила водка. Так вот, давайте быть честными по отношению к честному человеку, каким был Высоцкий. Последние года три алкогольная зависимость не занимала большого места в его жизни, потому что ее сменила другая, еще более суровая, а именно наркотическая. Первые опыты Высоцкого в этом направлении относятся к 1976 году, когда одна добрая врачиха посоветовала ему морфий в качестве средства выхода из запоя. Мол, один укольчик и снова в форме. Друг Высоцкого, Михаил Шемякин, утверждает, что это была чуть ли не операция КГБ. Как на самом деле, теперь никто не знает, но Высоцкий отнесся к наркотикам с большим воодушевлением, потому что они позволяли расслабляться без сильного внешнего эффекта, которым всегда сопровождается употребление водки. А быть постоянно в тонусе для Высоцкого было очень важно из-за очень жесткого рабочего графика и высокого социального статуса. Ведь, несмотря на отсутствие заметного официального признания, он был настоящей советской суперзвездой. Года до 1977-го наркотики не играли особой роли в жизни и стали серьезной проблемой только к концу 1978-го года. До этого же, по свидетельству фактической гражданской жены, которую, кстати, звали не Марина Влади, уколы Морфии делались только после изматывающих спектаклей Гамлета, чтобы восстановить силы. Надо понимать, что в те годы Морфий не считался ужасом-ужасом, и злоупотребление им воспринималось как относительно невинная забава. Поэтому проблем с лекарством, как называла Высоцкий, наркотики, у него не было. Что-то приносили знакомые врачи, иногда уколы делали медсестры в больницах, известный случай, когда Владимир Семенович просто останавливал скорую и имитировал почечную колику. Он же был актером. А уж сколько наркотика мы передали за бугор пилота аэрофлота под видом сердечных капель, этого мы и не узнаем. Известная клиническая смерть 25 июля 1979-го года в Бухаре следствие инъекции неизвестного препарата, который Высоцкому на местном рынке подсунули под видом Морфия. В 80-м году, когда зависимость стала слишком очевидной, Высоцкий предпринимает несколько попыток вылечиться. Он делал гемосорбцию, мучительную очистку крови. Он вложился в парижскую клинику. Наконец уезжал с Мариной Влади в заброшенный уголок на юге Франции и пытался соскочить сам. Увы, все тщетно. К началу августа Высоцкий твердо пообещал Владе завязать. И когда начавшаяся Олимпиада перекрыла многие каналы получения наркотиков, особенно и не настаивал на их добыче. Хотя найти, конечно, можно было. Заменой Морфию стали водка и временами кокаин. Однако бригада из Склифа испугалась неалкогольного опьянения. Из него Высоцкий уже практически вышел. Он очень сильно пил в начале июля, когда умер один старый актер театра «Нтаганки» Олег Колокольников. Просто личный врач Высоцкого, который в последние дни жизни находился постоянно рядом, так накачал его различными противоположными по действию лекарствами, что транспортировка куда-либо была попросту невозможной. Было принято решение подождать до 25 июля, пока Высоцкий хоть немного придет в норму. Ну и подождали. Что именно произошло в ночь с 24 на 25 июля, тоже не очень ясно. Официальная версия – инфаркт. Те же врачи из Склифа говорили, что на самом деле Высоцкий, находившийся под воздействием большой дозы хлорогидрата – это сильнейшее успокоительное средство и релаксант – задохнулся завалившимся языком, а личный врач это проспал и очнулся, когда уже было поздно. Участковый, изучавший обстоятельства смерти, настаивал, что друзья, уставшие от выхода к умирающему Высоцкого, связали его простынями и бегли спать, а хрупкие сосуды наркомана не выдержали. В любом случае, вскрытие не делалось, и подлинная причина смерти была в прямом смысле унесена в могилу. Но, простите за откровенность, спасти Высоцкого от самого себя было уже невозможно. Он умер бы все равно, счет шел на месяцы. Организм был подорван до предела, печень отказывала, не справлялась с сердцем, на ноге развелось сильнейшее воспаление от инъекций. Почему на ноге те, кто видел Гамлета и хлопушу в исполнении Высоцкого знают, он не мог делать уколы вены на руках, надо было играть с голым торсом. Строго говоря, нормальный человек от таких экспериментов над собой умер бы лет в 25. Могущий организм Высоцкого продержался гораздо дольше, и до последнего физическая форма была впечатляющей. Посмотрите в интернете поздние ролики. Уже летом 80-го он делает на сцене Таганки такую стойку, какую не повторить гораздо более молодому и здоровому человеку. Но, увы, свои пределы есть у каждого. Свой предел Высоцкий нащупал в 42 года. Как и Элвис, кстати. Так вот, объясните, пожалуйста, почему везде так много пишется и говорится про бухло, но не слово про наркотики? Боятся снизить образ народного героя? Ну, не знаю. О наркомании Элвиса Пресли написаны десятки книг, и это не мешает нам любить его творчество и уважать его как личность. А ведь Высоцкий, в отличие от Элвиса, находил в себе мужество и силы бороться с зависимостью и фактически умер в борьбе с ней. Чем это не пример для молодежи, знакомой с наркотой вообще не понаслышке? Почему нельзя говорить, что наркотики убили даже такого сильного человека, как Владимир Семенович? И потому тебе, дрыч малолетний, лучше к ним даже не прикасаться. Вместо этого нам навязывают образ Бардика, который грустно сбухался от того, что его не признавала советская власть. Нет, ребята, все не так. Удачной Вам охоты.